Длина клинка в среднем составляет 90 сантиметров. Ее также использовали для стрельбы из ружей. То есть стыкалось острее землю, сюда ставилось ружье и стреляли таким образом. Это казачья шашка образца 1939 года. Когда-то верой и правдой служила хозяину в бою. Теперь музейный экспонат. А это саперный тесак. Использовался в основном не в качестве защиты, а как инструмент военных строителей и инженеров. Благодаря острым зубцам его можно применять и как пилу. Большая часть экспонатов выставки – оружие огнестрельное. Как боевое, так и гражданское. ТОС-11 – охотничье ружье. Практически это первое оружие, которое изготавливалось в мирных целях после революции. Также там представлен ИШ-5, карабин, который также был любим охотниками и использовался преимущественно для охоты на крупного зверя. Изделия неизвестных кулибинах – самоделки. Применялись в основном для охоты. Чего не скажешь об этой кольчуге, изготовленной четыре века назад. Ее биография только военная. В этой витрине оружие времен русско-турецкой войны. Из таких винтовок и ружей стреляли герои фильма «Турецкий гамбит». Среди них легендарный карамультук. Он отличался высокой точностью и дальностью стрельбы. Помимо оружия, используемого русскими воинами, представлены и иностранцы. К примеру, эти японские кинжалы и китайские мечи. Когда смотришь на подобные экспонаты, представляешь, как эти экспонаты были когда-то в действии. Много фильмов и много мультфильмов, которые показывают людей с подобным оружием, не всегда воспринимаются серьезно. Это и кажутся сказочные персонажи. Но когда его видишь в натуре, даже не представляешь, как эти люди вообще воевали в то время. Кстати, из 56 стволов, штыков и кинжалов треть посетителей увидят впервые. Выставка продлится до середины июня. За это время все желающие смогут проследить, как проходила эволюция холодного и огнестрельного оружия. Антонина Махнёва, Константин Синицын. Новости сейчас.